Александр Анатольевич, текущую экономическую ситуацию очень часто сравнивают с кризисом 2008 года. На Ваш взгляд, есть ли сходства и чем все-таки нынешняя ситуация отличается от предыдущей? Ну, первое, наверное, сходства никакого нет абсолютно. В 2008 году все-таки экономика Российской Федерации была немножко другая. У нас не было денег, страна была в таком сложном вообще экономическом. И тогда был чисто экономический кризис. Мало того, что он был впервые такой большой, и мы его очень сильно испугались. Поэтому вот этот испуг, он как бы сработал. То есть испугались, все сжались. Второе момент сейчас, который у нас происходит. Страна, конечно, совершенно с другими запасами, с большей долей государства в серьезных бизнесах. Нефтяные бизнесы, газ, транспортная инфраструктура и прочее. То есть государство совершенно другое. Есть у бизнеса деньги, есть у людей деньги. И страна живет. Ничего с ней не произошло. А в 2008 году произошло за месяц просто был стопор. Поэтому я считаю, что рано или поздно мы выйдем из этой ситуации. Ну а то, что пошло импортозамещение, безусловно. Кстати, у нас очень много производств. Очень много интересных производителей, которые делают различные материалы. Если раньше доля, например, в той же строительстве была импортная, там, чуть ли не 80%, то сейчас это процентов 30%. И даже выгоднее привезти сейчас в Китае того же. Выгоднее, чем было привезти уже, там, я не знаю, напольное покрытие, те же, там, различные, там, фасады, витражи. Ну, то есть много всяких вот этих инженерных вещей, которых у нас пока нет. Их можно привезти с Китаем, их можно привезти с Кореей. И, в принципе, по себестоимости они даже дешевле. То есть есть вероятность все-таки переориентирования, да, на восток? Вы знаете, да, но самое главное, очень важно, чтобы переориентирование это произошло не потому, что государство попросило, а потому что бизнес, вот такие, как мы, там, в том числе, нашли эти точки, да, соприкосновения с бизнес-бизнесом. Нам не нужен посредник в роли государства. Мы, бизнесмены, уже делаем даже и эмоциональные контракты заключаем. Когда мне дадут контракт заключения, например, с американцами или с немцами при равной цене с корейцами, я куплю в Корее. Идет масштабное переориентирование. Европа и Запад проиграют. В краткосрочной перспективе они нас больше испугают и, как говорят, обозлят. Ну, в хорошем смысле это слово. Но боятся и говорят, ой, как же нам безвожить? Да, ребят, мы проживем нормально. Мы реально хорошо проживем. И вот, а вот вернуть рынок, это уже будет сложно. Потому что уже не верим. Потому что я буду ждать в любой момент, что завтра опять какие-то политические события, и опять потеряю контракт или потеряю что-то. Буквально недавно прозвучало мнение о том, что хотят, чтобы внутри МКАД можно было заехать только заплатив определенную сумму. У людей возникнут новые какие-то расходы. Как это отразится на рынке? Ну, я думаю, да, наверное, это надо. Но, с другой стороны, все вот эти меры, которые происходят, в этом время, как это, знаете, называется, сосед в виде Московской области, не теряя время зря, строит бизнес-центры, готовит и строит различные там парки, бизнес-парки. Так вот, поэтому я думаю, что миграция бизнеса будет смещаться в Московскую область. Сейчас уже практически предприятий не осталось в Москве. Соответственно, ну, откуда предприятия? В Москве ничего не останется скоро. Будут только одни магазины, бутики и торговые центры. И я понимаю, что весь бизнес сместится в Московскую область. Московская область будет крупнейшим регионом через 3-4 года. А сейчас оно самое привлекательное. Вот в моем понятии за последний год они сделали серьезное изменение, серьезный рывок с точки зрения привлечения бизнеса, изменения вот этой нормальной среды для бизнеса. Поэтому и смещение в жилье. Люди уже не смотрят, не привязываются к московской прописке. Ближней Подмосковья, где есть те же школы, детские сады и экология на порядок лучше. Я могу сказать, что я, живя в Москве, с большим удовольствием сейчас плавно переезжаю в Московскую область. Ну, не из-за того, что там мне дешевле. Мне просто важна экология, потому что есть дети, есть родные. Хотелось бы, чтобы они жили в нормальной среде с точки зрения экологии. Экология сейчас – это наш бич. Спасибо. Спасибо.